Здравствуйте, в эфире Внутренняя Азия. 2017 год является годом экологии, поэтому продолжаем цикл бесед с доктором биологических наук Роданимом Николаевичем Илаевым. Здравствуйте, Роданим Николаевич. Здравствуйте. Роданим Николаевич, вот год экологии на самом деле очень важное событие, потому что изменения в нашей природе, в атмосфере, они продолжаются, они, к сожалению, становятся необратимыми, меняется флора, меняется фауна. Именно поэтому мы продолжаем с вами об этом беседовать, и Бурятский госуниверситет и ваш факультет, они как бы не остались в стороне и уделяют пристальное внимание борьбе за экологию, за чистоту окружающего мира. И вот именно поэтому мы хотели бы с вами об этом говорить. Расскажите о тех мероприятиях, которые в рамках года экологии продолжаются у нас в университете. Вообще действительно очень знаменательный год, он не только знаменован экологической тематикой, проблематикой экологической, но и в то же время это год особо охраняемых природных территорий. И в этом плане, конечно же, вот мы, причем вот в этом году, это просто такое счастливое, на мой взгляд, совпадение, нашему факультету, факультету биологии, географии и землепользования, исполняется 85 лет со дня образования, так же, как и Бурятскому государственному университету. Поэтому, конечно же, вот наш факультет за все это время существования своего, конечно же, набрал, не только участвует в образовательном процессе, конечно же, но и участвует в научной деятельности по всему нашему региону. Это и Байкальский регион, и сопредельные территории, то, в принципе, что мы понимаем под термином внутренней Азии. И в этом плане, вот в продолжении тех мероприятий, которые запланированы в этом году, будет и юбилейная конференция, где будут представлены результаты научных исследований наших преподавателей, наших студентов, аспирантов. И, кроме этого, организуется выставка, фотовыставка. Кстати, я, пользуясь случаем, приглашаю вас поучаствовать, ну, как событие в жизни не только нашего университета, а в жизни республики. Именно фото-выставка, посвященная и флоре, и фауне нашего региона по изучению и как раз пропаганде красивейших, уникальных мест нашего региона. Вот такие основные мероприятия, которые выпадают на конец этого года. И все же, в рамках года экологии, что больше всего находится под угрозой? За что мы больше всего тревожимся? Прежде всего, это, конечно же, само озеро Байкал, поскольку у нас работают и географы широкого плана. Поэтому это не только физгеографы, это и эконом-географы, специалисты в социальной географии. Поэтому, конечно же, вот само озеро, как уникальное природное явление, кроме этого, окружение озера, в том числе и хозяйственная деятельность на такой уникальной территории, конечно же, это вызывает наибольший интерес и не только в канун года экологии, а в целом по сохранению вот того достояния природного, которое нам, в принципе, досталось. И, конечно же, встречаясь с такими фактами, как, скажем, запрещение лова байкальского омуля, вот последние факты, когда массовая гибель байкальских нерв происходит в южной части озера, причем большинство из погибших особей – это самки с детенышами. Поэтому это, конечно же, вызывает определенные опасения. И на фоне того, что и размножение спирогиры, всех микроорганизмов, которые наблюдаются в последние 2-3 года, вот, поэтому, прежде всего, это озеро Байкал. Но в то же время, если взять уже так называемые наземные экосистемы, тоже есть определенные опасения за, в целом, экологическую ситуацию. Здесь много достаточно проблем, вот, но на первый план, мне кажется, выходит, это, конечно же, редкие виды. Вот, в частности, поскольку я орнитолог, поэтому, конечно, меня больше интересуют птицы. И в этом плане, вот, находки наших преподавателей, ученых нашего факультета, находки аспирантов по своей тематике, работа студентов – это, конечно же, в плане, вот, выявления редких видов – это актуальная тема, в целом, которая направлена на сохранение биологического разнообразия нашего региона, в том числе, прежде всего, Байкала. Ну, для телезрителей я не могу сказать, что орнитология – это очень важно по той простой причине, что в нашем регионе встречаются случаи, ну, по крайней мере, в Монголии я точно знаю, вылова хищных птиц и продажа их на Запад в целях охоты за огромные деньги, насколько я знаю. И вот именно поэтому мы так часто возвращаемся к этой теме. И, как бы, в продолжение, насколько в Бурятии это значимая и важная проблема, или у нас все-таки справляются с этой проблемой? Для нашего региона это тоже актуальная проблема, действительно проблема, потому что затрагивает, прежде всего, редкие виды. В прошлой передаче мы уже об этом говорили, что Монголия действительно даже поставлена на поток отлов и продажи хищных птиц. Но в нашей стране и в нашем регионе Брятия, Тува, Забайкальский край, вот вылов хищных соколов, хищников – это, конечно же, урон большой генофонду редких видов нашей страны, что представляет собой действительно национальное богатство. И если мы в дальнейшем будем, как бы, смотреть на эту проблему сквозь пальцы, мы действительно потеряем очень много уникальных видов. И прежде всего это крупные сокола, это балобан, это кречет, который зимует в нашем регионе. Вот, сапсан – уникальный вид и редкий вид по всей России. Ну, помимо кречета и балобана. А в плане развития туризма в Брятии, ну, вот, как можно использовать это, демонстрировать, потому что люди должны знать, что эти виды есть в республике, что они защищаются, что показывают всему миру достояние Брятии, потому что это действительно великая ценность нашего региона. Да. Вот совсем недавно глава нашей республики действительно вот в своем интервью сказал, что у нас туристская сфера слабо развита в силу многих причин. И то же самое касается и развития экологического туризма, в частности, орнитологического туризма. Наши специалисты, наши кафедры действительно занимаются туризмом, приглашают, сами приглашают любителей орнитологов, или так называемые бёрд-вочеры, вот, наблюдателей птиц. Либо нас приглашают туристические фирмы для сопровождения орнитологических групп, либо любителей природы, вот. Но, тем не менее, основная проблема здесь, конечно же, это развитие инфраструктуры соответствующей, чего у нас пока нет. Причем есть такие случаи, когда неспециалисты пытаются сопровождать такие группы орнитологов, например, что, по большому счету, отрицательно сказывается на будущем развитии орнитологического туризма. Потому что неспециалист, он, во-первых, не знает места обитания птиц тех же, не знает самих птиц. Потому что учиться орнитологии – это не одно-два занятия, скажем. Это, ну, многие из нас, кто вот сопровождает группы, посвятили этому, ну, не только, почти свою жизнь. Вот. И в этом плане надо сказать, что впервые орнитологические группы начали появляться здесь в начале 90-х годов. И как раз в то время начали приглашать специалистов-орнитологов и практически по всему Байкальскому региону. Мы выезжали, в частности, в уникальное место в Забайкале – это дельта реки Селинги. Мы выезжали и в дельту Верхней Ангары и Кичеры. Это уникальные места, где можно увидеть, ну, практически большую часть орнитофауны нашей страны. И, конечно же, уникальными здесь бывают, являются – это редкие виды, центрально-азиатские виды. Ну, многие пролетные виды, которые встречаются только и гнездятся только в северных широтах, которые на пролетном пути, можно встретить и у нас в регионе. Поэтому для орнитологов это очень привлекательный край и есть возможность расширения не только связей, но и расширения турпотока, имея в виду орнитологов. Но если здесь уже работают непрофессионалы, это, конечно же, большой минус, и это надолго оттолкнет многих специалистов-орнитологов, да и любителей тоже, от нашего региона. А в каких регионах земли, наверное, так будет правильно сказано, вот, борт-вотчерство поставлено, ну, вот, прямо эталонно, чтобы как пример брать за основу? Практически во всех странах Старой Европы, ну, и европейские страны, Северная Америка. Хотя, вот там действительно, вот, это движение, оно приобрело такой масштабный характер. Причем, вот я и говорю, что в этом движении участвуют не только профессионалы-орнитологи, а именно любители. Причем, любого любителя орнитолога, если взять, он такой же специалист, скажем, как орнитолог. Он хорошо знает птиц, хорошо знает их повадки. Причем, очень много среди борт-вотчеров – это фотографов. И вот, даже в один год приезжали орнитологи, ну, не специалисты, конечно, любители из Юго-Восточной Азии. Тоже были несколько групп, вот, но, конечно, там своя специфика. А в том понимании, в каком мы представляем борт-вотчество, вот, как раз развито в Европе и Северной Америке. – Расскажите о последнем открытии, о котором, конечно, наш канал уже рассказывал, которое было сделано в Южной Туве, насколько я понимаю. – Да, вот такой репортаж был. И я думаю, что вот те кадры, которые удалось заснять нашей аспиранке, аспиранке нашей кафедры, кафедры Арияне Сая, в юго-западной Туве – это уникальные кадры. Причем надо учитывать, что мы не обладаем той профессиональной аппаратурой, которую используют, скажем, фотографы, любить профессионалы. Ну, и, конечно же, не сравнить с зарубежными фирмами, которые напрямую занимаются пропагандой, вот, и освещением жизни дикой природы. Вот, но, тем не менее, это вид, который специально изучается среди хищников. Причем проводится, в частности, иркутскими орнитологами мониторинг состояния байкальских популяций могильника, или по-другому его называют еще и императорским орлом, вот, ставили в свое время датчики на птенцов, потом уже смотрели, куда перелетают на зимний период птицы, где они зимуют. Ну, и, конечно же, определенные результаты есть, но, учитывая то обстоятельство, что Китай и в целом Юго-Восточная Азия – это густонаселенные страны, поэтому есть определенные риски, и такие были, то есть, невозвраты птиц с мест зимовок. И вот, как раз, такие дистанционные методы исследования, они очень актуальны. Хотя, я еще раз повторяю, что орнитология в нашем регионе, конечно же, намного отстает от той же Монголии, где вот такие дистанционные, в том числе с применением компьютерных технологий, очень хорошо развиты. Вот. И вот эти кадры, которые освещают гнездовую жизнь могильника, они для нашего региона – это уникальные кадры. И, в принципе, они могут, несмотря на то, что техника не очень хорошая, но они могут посоперничать с такими уже профессионалами своего дела. Ну, вот, научно-популярные программы, скажем, того же Баженова, либо Ивана Затевахина. Но, правда, это краткосюжетные кадры. Дмитрий Николаевич, а могильник, он используется в охотничьих целях? Вообще, крупные орлы, они используются, но прежде всего не могильник, а беркут. В принципе, это тоже крупные птицы, и это очень развито, в частности, на Алтае, в Казахстане, ну, в некоторых странах Средней Азии. Вот, там используется, специально выращивается в домашних условиях беркуты и используется на добычу, ну, вот, животных. Ну, скорее, для развлечений сейчас уже, в большей степени. Потому что, я так понимаю, охота с птицами – это же экзотика. Это роскошь, конечно, но, тем не менее, это тоже один из привлекательных аспектов в развитии туризма. Вот, в такие этнические страны. Казахстан, скажем, либо Алтай, Тува и прочее. Монголия, но у нас, поскольку я знаю, таких услуг в туристическом секторе не оказывается. Да, потому что у нас даже и специалистов уже таких не осталось. Те, которые могут выращивать в домашних условиях, потом тренировать хищных птиц для соколиной или орлиной охоты. Таких нет специалистов. Понятно. Да, очень жаль, что традиции как бы размываются, но мир в то же время меняется, и приходят новые технологии на его смену. Владимир Николаевич, а вот в целом исследования в этой области, в области орнитологии, на факультете, какие перспективы имеют в ближайшее время? Имеется в виду и по финансированию, и по дальнейшему развитию, потому что все равно все упирается в деньги, так или иначе? Ну, такая проблема, конечно же, существует. Мы пытаемся ее как-то решить за счет грантов, за счет программ, которые мы сами делаем. Конечно же, это полностью все не закроет. Если бы, конечно, на базе, скажем, Бурятского отделения Союза охраны птиц России, Менбиратского орнитологического общества, которое существует у нас в Бурятии, если бы на этой базе мы могли бы сделать крупные проекты, вот тогда бы, конечно же, значимость орнитологических исследований в нашем регионе значительно повысилась. Но, насколько я знаю, не каждый житель нашей республики знает о существовании этих обществ, а значит и расширение членов этих двух обществ. У нас такого пока нет. Хотя мы привлекаем к участию, скажем, в осенних, зимних учетах птиц школьников и студентов. Вот, но этими силами тоже. Это мы просто дополняем наши, скажем, знания у школьников, у студентов, ну вот умением узнавать птиц, умением считать. Ну и, конечно же, вот те мероприятия природоохранного характера, которые у нас проводятся, это просто привлечение. Конечно, в будущем кто-то из них может и станет профессиональным орнитологом, тереологом, герпетологом. Направлений очень много. Палеонтологом, возможно. А может кто-то захочет научиться выращивать в домашних условиях этих птиц, и мы восстановим вот этот вот сегмент туризма, которого, к сожалению, в Бурятии сейчас невозможно развивать. И наша программа подходит к концу, и вот на последних минутах по нашей традиции несколько слов к телезрителю. Ну, во-первых, я всех поздравляю с тем, что инициатива такая существует в нашей стране, объявление какого-то года под знаменованием какого-то события. И в этом году, конечно же, знаменательный год не только для нашей республики, хотя значим, поскольку первый заповедник Баргузинский был создан именно на территории нашей республики. Но это год для всей заповедной системы, для всех экологов. И в то же время, вот, каждый год Союз охраны птиц России объявляет годом какой-то птицы. И это вот в эколого-просветительском деятельности, работе, это тоже имеет большое значение. Вот, кстати, этот год объявлен годом бурой гаечки. Это небольшая синица, но, тем не менее, уникальная ее особенность – это выживание в суровых климатических условиях нашего региона. Якутии, например, Бурятии в том числе. Вот, поэтому изучение птиц – это очень интересное занятие. Я бы хотел, чтобы обращали внимание вокруг себя, узнавали что-то новое вокруг себя. Ну и, конечно, в этом плане Бурятский госуниверситет проводит, помимо образовательной деятельности, проводит и научную работу с привлечением школьников, студентов. Возможно, и взрослое население иногда участвует. Хотелось бы, чтобы эти масштабы, они в будущем увеличились. Спасибо за внимание. Сегодня гостем в нашей студии был доктор биологических наук профессор Ирданин Николаевич Елваев. До новых встреч во Внутренней Азии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова